Приветствую новости онлайн. Каждую пятницу в 20.00 мы рассматриваем основные фичерсные рынки, готовимся к следующей торговой неделе и по традиции мы начнем с событий, которые нас ждут по экономическому календарю. Итак, начали. В понедельник практически без особых новостей будет отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда по США в 17.00 и также будет в понедельник Япония день гор праздник. Соответственно, вторник у нас получается по Британии два отчета, изменение числа заявок на пособие по безработице и средний уровень заработной платы с счетом премии. Это будет всего 1.30. В 12.00 Германия считается по индексу экономических настроений Z и W в Германии, то есть это немножко опережающий индикатор. Очень рекомендую его смотреть, отслеживать. В целом больше нет отчетов важных. В среду плотненько идет Британия и США. Вот два таких мощных государства. Британия по ВВП отчитается за второй квартал. Там ожидается какой-то очень жесткий минус, то есть предыдущий показатель был минус 1.7 процент и аналитики прогнозируют будет минус 20. Это прямо вообще армагедон для Британии. Как-то даже не верится. Вот. И запас уровня нефти по США в 17.30 для тех, кто торгует по нефти. 4.13 августа. Изменение уровня занятости по Австралии и число первичных зарядных по словам безработицы США в 15.30. В пятницу объем промышленного производства Китая. У них планируется небольшое снижение. Это аналитики прогнозируют. 4.8 процента было по предыдущему показателю и ожидается 4.7. Вот. По прогнозам. В общем так. И в целом все. Вот такие события ждут нас на следующей неделе. Теперь перейдем к нефти. Итак, CL непосредственно с прошлой недели, а именно с торговой сессии 30.07 с 38.7 до 43.5 был скачок буквально за 3-4 сессии. Это порядком 475 тиков плюс-минус и около 10 процентов роста в цене. Соответственно, возьмем во внимание хорошие показатели по покупкам 4-го и 3-го числа. Именно из этих сессий мы возьмем плотность дельта массивов на покупку. Это непосредственно у нас идет вот эта площадка 41.1. Как раз вернулись к этим диапазонам за счет вот этих вот двух плотностей в диапазоне 41.1 по 41.35. Возьмите во внимание, если не пробьют целеры, непосредственно могут удержать и это даст хороший подтверждающий импульс, сигнал на продолжение восходящей динамики. Итак, второй массив, который можно взять в качестве поддержки, это 40.25.46. Непосредственно вот эти две сессии 3-го и 4-го числа, которые сформировали в эти же два дня. По сопротивлению, то есть те уровни, которые нас должны тревожить в плане сопротивления, это очень плотная активность 43.1.43.25 на самом пике. Там по большей степени был сброс позиций, и это в принципе можно понять. И еще небольшой уровень 42.25 по 42.1. Вот. Также рекомендую взять плотность, которую мы сейчас выделим. Это непосредственно вот этот уровень. Здесь получается 41.8. Уровень сопротивления 41.9. Итак, мы видим с вами, что здесь была у нас достаточно слабая дельта на short. Ну, за счет фиксации, я так понимаю, там продолжали покупать частично и также сбрасывали покупки, которые были до этого. И потом все-таки были активны 6-го селлеры и 7-го числа. Непосредственно вот эти массивы мы выделили сопротивление. То есть, если на следующей неделе нефтянушка не сможет пройти вот этот блокпост продаж, соответственно, это будет неплохой сигнал на продажи. То есть, соответственно, можно будет работать по сценариям на short. И в случае, если все-таки байер удержит этот уровень, и у вас открыта покупка, то нужно пройти обязательно этот коридор. И очень будьте внимательны, осторожны с приближением цены к 43.1, 43.25. Здесь достаточно неплохой плотный массив по продажам. На части он сформирован за счет фиксации покупок. По открытому интересу давайте посмотрим, как там распределялась активность. И вот мы видим с вами четвертое, пятое число был прирост позиций. Ну, пятое несущественно. Здесь 394 и 394К. Вот именно прирост был как раз 4-го, 3-го числа. Пошли фиксировать незначительно 6-го числа. И на таком же уровне остался открытый интерес по 7-му числу. То есть, соответственно, вот это снижение идет без особого притока новых позиций. Соответственно, есть шансы, есть шансы, что вот этот уровень все-таки будут удерживать байеры. Посмотрим на следующей неделе, как раз там в начале недели, отчет по нефти США. Ну и, соответственно, будем уже корректировать свои сделки относительно этих уровней. Сценарий. Сильный искачок уже начался. В принципе, и август готовятся, то есть, поставки в сентябре. Приближается холодный сезон, осень. Соответственно, те, кто перестраховываются, начинают уже готовить, как говорится, сани летом. Начинают заключить контракты на поставку нефти, энергоресурсов, в том числе нефти перед зимним периодом. И, в принципе, немножко прирост позиций и рост цены ожидается в ближайшее время. Ну, по крайней мере, нужны. Это был сентябрьский контракт, склейка даже. Я сейчас вам продемонстрирую, что происходит на следующем контракте, когда поставка идет в октябре. Вот здесь открыт интерес. Второе, третье, четвертое число был прирост позиций, тоже рост. Также был прирост позиций и шестого числа. Но по дельте, вот дельта, активность практически 4 сессии из 5 на этой неделе были покупки. Особенно вот третье, четвертое число. То есть вот этот вот пик на неделе, когда это была среда, там продолжали покупать. То есть маленький перевес, но все равно был за байерами. Также байеры были и в четверг, и вот все-таки сбросили позиции перед выходными покупателями. И, соответственно, здесь, как вы видите, плотность покупок, начиная с 41 по 42 с копейками, без особого, даже сомневаться нет, даже места для шортов. Вот шорты были, которые сбрасывали, это уже 42,3 по 42,4. А так в целом 41 по 42,2 в основном были байеры. Индекс доллара. Итак, мы пришли до 92,6 отметки, даже 92,5. И обратите внимание по открытому интересу. Был приток позиции с 27 числа, хороший приток позиции, до 30 числа. То есть там еще были шорты, причем видно было даже по дельте. Далее пошел сброс позиции, даже не сброс, а сначала не увеличивался приток новых сделок. И пошел сброс непосредственно 5 и 4 числа, пошли сбрасывать позиции. И вот при рост позиции 6 числа, можно заметить, пошли покупки. Вот непосредственно в эту сессию мы видим с вами покупки. Плюс вот этот весь шорт, там где был сброс позиции, у нас есть непосредственно уже итог. Да, как бы 93,25, 92,85 непосредственно все плотно забросали покупками. Отчасти это будет и за счет того, что фиксировали позиции. И вот 93 достаточно неплохо поставили след байеры по тысячу контрактов даже. Соответственно, если ценник все-таки выйдет за пределы 93,3 и так уверенно будет шагать в этом северном направлении, то есть рост цены, соответственно, можно будет взять этот уровень в качестве поддержки. В случае, если так и не смогут байеры вытолкать цену за 93,3 и так и будут либо стоять в коридоре 92,85, 93,25 в данном диапазоне, покупать еще будет небезопасно, потому что там может быть совершенно непредсказуемый, то есть могут дальше пойти на шорт. И вот уровень сопротивления, который на всякий случай возьмите, если вы будете планировать покупать достаточно уже рухнувший индекс доллара. Соответственно, его желательно, чтобы пробили. В случае, если его также не смогут пробить байеры, могут просто остаться в этом диапазоне 92,85, 93,6 по индексу доллара. И так, в принципе, до конца контракта, а осталось до конца контракта не так уж и долго. Буквально вот кусочек августа, который остался и немножко сентября. Золото. Я отметил для вас ядро. Это 19,82, 19,96. На данный момент также немаловажный уровень в районе 19,70. Тоже хорошенький объем за счет этих трех сессий. По открытому интересу. Мы дошли до пика 416, и это была как раз сессия ударная 4-го числа, которая неплохо расширила коридор с 2000 по 20-40 минимум, а то и 45. Непосредственно там был прирост позиций. И потом мы немножко ушли в режим ожидания. Три сессии. Немножко снялся открытый интерес на 1000. Ну, относительно сброс был, естественно, 5-го числа. То есть ушли на 410к с 416, и потом они, в принципе, стоят пока в ожидании. Вот. И получается у нас три сессии вот эти вот были достаточно хорошие на расширение. Объем там был соответствующий. 98, 325, и пик был 344к на самой верхушке. Сейчас 203 тонны, и вот по дельте, обратите внимание, байеры чуть-чуть слабее. Ну, естественно, там все больше селлеров появляется. И второй уровень, который претендует на ядро контракта, это будет 2058 по 2068. Диапазон здесь уже практически чуть-чуть еще осталось, и выровнивают вместе с ядром контракта текущего. Уровни поддержки я отметил для вас особенно мощные. 93 по 2003 этот, вот эти 10 долларов. Потом идут 2009 по 2022. Это непосредственно плотность покупок, которая была 4-го числа, это уровень поддержки. Хороший уровень поддержки также 2039, ну, можно взять также 2049 еще диапазончик. Вот этот, на котором сейчас пятница и остановилась. Фиксация покупок достаточно предсказуема, минус 2600. В сравнении с тем, что были байеры здесь суммарно десятка и семь, около 17 суммарно, и всего лишь 2000. То есть не так уж и много. То есть, соответственно, могут еще быть предпосылки. Расширение очень сильное, импульсивное. Соответственно, если байеры начнут поддерживать уровень 2022-2039, сценарий первый, мы сохраняем сценарий на покупку и нужно, остается только пробить 2059-269. Это один сценарий. Также может быть, конечно, вполне допустимо до уровня 93-2003. И, соответственно, тут идет VWP у нас. Это как бы среднеизвешенная и вполне допустимо снижение до этого диапазона. Также, если будут удерживать байеры, наберут покупки и будут разгонять цену до 2080. В этом случае может немножко затянуться сценарий. Это будет не в начале недели, но может даже там в конце недели. Сценарий на продажу. Жестко удерживают селлеры уровень 2059-269. То есть, прощаются, вполне может быть, прощаются по 2080. И потом тоже на импульсивности уходят на шорт. Исходя из того, какие были мощные вбросы покупок на этой неделе, менее ожидаемые, но нужно быть готовым к всем возможным исходам. Если даже не прощаются с 2059-269, сразу срываются вниз. Ну, соответственно, у вас на контроль два уровня 93-2003 и 2022-2039. Это был обзор по золоту. S&P. Верьте, не верьте, но уже отметка 33-43, а то и выше. Непосредственно идут потихонечку. Каждая сессия все сложнее и сложнее расширять коридор. Ну, факт есть факт. Итак, ядро контракта на данный момент у нас идет по диапазону 32-02, 32-28. Это основной плотный коридор за счет вот этой и вот этой недельки. Непосредственно сейчас это в качестве поддержки мы также берем диапазон 32-18 по 32-28. Вот эти 10 долларов берем в качестве саппорта. Потом плотный, плотный диапазон 32-64 по 32-72. Здесь также идут байеры. Очень плотненько тут покупали. Потом перед расширением тоже неплохо приезжали. 32-94 и 33-02. Тоже байеры. Это уровень как раз перед стартом на север. Плотненько очень. Идут также 33-18 по 33-26. Я уже говорил свою позицию. Трампу не выгодно сейчас делать снижение, то есть допускать вообще снижение на фондовом рынке. Все должно быть сказочно, классно, позитивно. Он должен показать, что за свой срок правления у него все тип-топ. Так что выбирайте меня и снова. И соответственно эта политика достаточно логически правильно. Все стабильно, фондовый рынок растет, экономика под контролем. Все тип-топ. Соответственно, я думаю, что до выборов могут быть какие-то сбросы в конце, перед экспирацией. В случае, если его не избирают, аппарат будет сбрасывать свои позиции. И потом уже после выборов начнется нисходящая динамика. Если уже там, в принципе, они знают, что не будет на второй срок, соответственно, начнут сбрасывать уже в начале осени. Тяжело, но толкают выше. Непосредственно открытый интерес пока удерживается в районе 2.6. Вот не падают ниже. То есть толкают, сбрасывают, толкают. То есть это показывает в том, что идут достаточно тяжело, неуверенно. То есть бросили позиции, на следующий день сбросили. Опять сбросили позиции, скинули, вкинули, скинули. То есть вот у нас подбросили позиции и уже в пятницу пока еще не перевесили. Соответственно, посмотрим сейчас на ликвидность. Она не гипераномальная. То есть вот самый сброс был 30-31 числа. Вот там вот была мясорубка, волатильная, значительно широкий коридор. Всю неделю, которую три дня, там размещали позиции на данном уровне. Потом за две сессии просто волатильно выбили из сделок все команды. И на покупку, и на продажу. То есть срывались топори у тех и у других. Ну и вот неделька пошла. Просто вот технически сессию бросили. Следующую сбрасывают. И в общем-то ликвидность на этой неделе была в рамках, плюс-минус немножко, в рамках рабочей средней статистической ликвидности за торговую сессию. Сегодня прям совсем немножко просели. Ликвидность идет опять же ровная. То есть без скачков, без падений. То есть миллион сто. И вот видите, миллион сто тридцать пять. Пик. Дельта. Ну само собой, дельта при таком росте будет на покупку. Она не аномальна. Чисто технически. Вот в рамках нормы 12 тонн и 15 пиковая была 4 числа. Уровни поддержки я установил. По сопротивлению пока без них. Вот соответственно будьте осторожны, внимательны. И это был S&P 500 обзор. Итак, рубль. Непосредственно по открытому интересу у нас был плиток позиций 31 и 3 числа. А 3 числа непосредственно у нас наблюдается активность шортов продукции. За счет этого мы берем 74,300 и 450 уровень в качестве сопротивления. И соответственно если на следующей неделе байеры не смогут толкнуть цену выше данного диапазона, есть предпосылки на то, что активность продавцов уже пока под... Даже не под вопросом, а вот активность байеров под вопросом. Плотный диапазон, который стоит взять во внимание, 73,650 по 800, даже 950. Это самый плотный коридор сейчас по торговке за счет вот этих двух недель. По покупкам наблюдается 6 числа под 5% и по ликвидности. Сейчас мы посмотрим средства. Ну обороты 2,8 даже были 3,2 обороты 30 числа, 3 миллиона оборотов 4 числа, 2,8, 2,8 и сегодня немножко просели 2,3. По покупкам всего лишь 4,2%. Вчера было 4,9%. Соответственно толкнули до 74,100. Ну за счет того, что Армагеддон, такое происходит сейчас, взрывы в исламских странах. Соответственно нефтетрейдеры будут сейчас потихонечку подкупать нефть. И это как бы хорошо для роста цены. Соответственно рост нефти должен укрепить немножко рубль. И возможно мы немножко увидим снижение фичастного контракта на пару доллар-рубль. И тут посмотрим. Ну самое главное, чтобы 74,300 и 450 не пробили покупателей. Хоть покупки на самом деле еще есть. Вот у нас из четырех сессий, вернее из пяти сессий у нас получается третье число. Ну само собой на пике был шорт. Вот этот уровень мы выделили в качестве сопротивления. И повторно еще были вот пятого числа. Селеры 145 тонн, дельта. И 142 тонны в обраточку пошли 97 сегодня. Байеры. Сказать, что там прям сильно набросились нельзя. Потому что тут буквально 6 числа еще был прирост позиций. А сегодня они не так уж и много прирост. То есть идет еще грубо говоря инертно. Посмотрим. Вполне может быть, что все-таки перестроятся за выходные и начнут шортить. Давайте посмотрим еще доллар-рубль-томик. Спотиус. Ну и вот собственно подтверждение. 30 числа продажи идут. И повторно 5 числа. Также формировались продажи 71 тонна без баланса на стороне Селера. И 5 числа 44 тонны. Ну соответственно вот пик по дельте у нас был 479 тонн. 31 числа. 409. Еще такое на уровне. И давайте посмотрим где там Селеры были наиболее активные. А вот они собственно у нас получается 252 касс. Ну вот да. Диапазон 252 тонны против 199. Вот потом 238 против 225 касс. 116 касс против 89. В общем 73,3. 73,4 на спотиусе логово продавцов. То есть уровень сопротивления. Котировочка сейчас торгуется выше, но посмотрим еще повыше уровень сопротивления. 74,15 за счет вот этого уровня. 74,3.59 тонн суммарно. И 140 тонн. 140 тонн. На 74,45. Наверное самый контрольный уровень сопротивления непосредственно на 45 копеек. 74,45. Вот такие вот уровни сопротивления со стороны продаж. Ну и собственно если их не смогут байеры пробить, соответственно будем готовиться к нисходящей динамике. Вот такой был обзор на этой неделе. Всех с хорошим завершением торговой недели. Желаю профитов на следующей неделе. Хороших выходных. С вами был Миша Лемов, компания WolfX. До следующего обзора. До свидания. Пока.